В Казахстане сегодня празднуют День защитника Отечества. С праздником казахстанцев поздравил глава государства, отметив, что он имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности. Цитирую, мы видим потенциал вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма. Конец цитаты. Президент пожелал всем гражданам крепкого здоровья и благополучия. С выше 6 тысяч военнослужащих привлекли к борьбе с паводками в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны. Задействовали больше 200 единиц автомобильной техники, вертолетов 12, самолетов 5, беспилотников 3. Армейцы провели около 600 облетов подтопленных территорий. Это больше 500 часов в воздухе. В целом военнослужащие эвакуировали 3,5 тысячи человек. Перевезли порядка 235 тысяч килограммов груза. Военнослужащие национальной гвардии накануне праздника наградили благодарственным письмом от имени жителей и руководства Аршалынского района. Именно к этому округу относится село Жебек-Жола, которое в начале апреля едва не пострадало от паводков. Благодаря усилиям, в том числе личного состава воинской части 66-36, населенный пункт удалось спасти от большой воды. Айслу Махмутова расскажет подробнее. В рядах национальной гвардии Улжас Муратов служит полгода. За это время его не раз привлекали к разного рода учениям. Но с реальной опасностью для жизни молодой солдат впервые столкнулся во время паводка. В начале апреля роту направили в село Талабкер близ Астаны. Оно оказалось под угрозой подтопления. Наш первый боевой сигнал. До этого проводились учебные тревоги. Мы уже к этому были готовы, подготовлены. Собрали лопаты, мешки и выдвинулись на плац. Все подразделения нас высадили в автобус. И мы уже поехали в поселок Талабкер. В жизни на это смотреть гораздо страшнее. Я до этого видел это по телевизору. Нам показывали это. На экране это выглядит все не так страшно. Когда ты видишь это вживую, эти масштабы. До этого мы видели бескрайние степи. А когда приехали, уже была бескрайняя вода. Спустя несколько дней за помощью к военнослужащим нацгвардии обратилось руководство Аршалынского района Акмолинской области. В зоне риска оказалось село Жебек-Жула с населением более 12 тысяч человек. Из-за сброса воды с Астанинского водохранилища едва не вышло из берегов река Исиль. Благодаря в том числе слаженной работе личного состава воинской части 66-36 потопление домов удалось предотвратить. Сигнал поступил, что затапливает поселок Талапкер. С нашей воинской части было около 7 человек выделено на работы. Выехали по сигналу по спасению населения. 7 человек выделено. Далее второй сигнал, что в районе аула Жебек-Жула были тоже опасения, что могут, может вода, накрыть аул. Выехали также 70 человек. Солдаты показали себя очень хорошей стороны. Все были слажены, коллектив был очень большой. Ну, имеется в виду, коллектив был очень такой слаженный. Все сообща, организованно работали. В поселке Жебек-Жула военнослужащие пробыли почти две недели. Они занимались берегоукрепительными работами и в общей сложности возвели несколько километров защитных конструкций из мешков с песком. Разместились солдаты и командиры в школе, а поддерживали их местные жители. В качестве благодарности они направили в часть поздравительное письмо. Именно 9 апреля все началось. 9 апреля в ночь произошла угроза подтопления 6-7 микрорайона. И в этот момент мы обратились в Акимат города Астаны, в воинскую часть сюда. И ребята незамедлительно приехали. И все силы бросили и помогли нам спасти село. В этой связи мы сегодня приехали поблагодарить солдат наших в честь праздника, вручить свои небольшие подарки. В общей сложности в спасении населенных пунктов близ Астаны во время паводков были задействованы 140 человек личного состава. Айсулу Махмутова, Мирейталаб, 24 КИЗ. В Казахстане идет весенний призыв на срочную воинскую службу. Комиссии работают во всех регионах страны. Ряды вооруженных сил пополнят 20 тысяч новобранцев. А в будущем, выполнив воинский долг перед Родиной, они получат возможность бесплатно отучиться в казахстанских вузах. О других льготах для призывников расскажет моя коллега Гульнара Хасан. Хорошее здоровье, отличное зрение и стрессоустойчивость – это все, что необходимо для вердикта комиссии «Годингслужбе». Тысячи молодых людей от 18 до 28 лет уже успешно прошли медицинскую комиссию. Среди них и Симирлан Абишев. Юноша из Павлодара успел окончить колледж. Служить собирается в войсках противовоздушной обороны. Служить в войсках – мое желание. Я считаю, что это долг каждого мужчины. Я окончил политехнический колледж в Астане. Хочу отслужить. Дальше посмотрим. Рад, что служба в армии открывает новые возможности. В числе таких возможностей – получение бесплатного высшего образования. Отличившихся военнослужащих готовы безвозмездно обучать 40 казахстанских вузов. Остальные тоже могут поступить без дачи ЕНТ, но уже на платной основе. Около 700 человек, завершивших военную службу в прошлом году, уже обучается в университетах. Кроме того, для военнослужащих предусмотрена отсрочка в оплате кредитов. Это стало возможным благодаря меморандуму, подписанному с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Пока одни только готовятся к призыву, другие уже успели принять присягу. Сегодня уже 28-й день, как мы тут. Мы прибыли самыми первыми. Тут, как нигде, понимаешь ценность родины, семьи, родного дома. Уже ощутили воинский быт, дисциплину. Рад служить Отечеству. Призывники могут получить отсрочку на год. Причиной может быть состояние здоровья или семейные обстоятельства. К примеру, рождение ребёнка. Если призывник здоров, отслужить обязан. Всего в ряды Вооружённых сил страны этой весной примут 20 тысяч новобранцев. 9 тысяч призовут в войска, более 6 тысяч в Национальную гвардию. В пограничную службу КНБ примут 3 тысячи человек. По 300 военнослужащих попадут в войска Министерства по чрезвычайным ситуациям и службы государственной охраны. Призы продлится до 30 июня. Наравне с новобранцами службу пройдут и офицеры запаса. В этом году на два года призовут 752 человека. Гульнара Хасан, 24КЗ. Военные баталии в горной местности в деталях воспроизвели юноармейцы Восточно-Казахстанской области. С пиротехникой и учебным оружием курсанты показали технику и тактику боевых действий. Причём будущих защитников Родины на Востоке тренируют в экстремальных условиях. С километровыми марш-бросками и тактической расстановкой. Вячеслав Фетлугин увидел, как закаляют характер и физическую силу молодёжи. Бухтарма попросили, чтобы номера расчёта серьёзно отнеслись к выполнению. Вся красота в них будет зависеть. Воины-интернационалисты – наставники для сотен восточно-казахстанских мальчишек и девчонок. Уроки мужества и патриотизма на Востоке проводят в горной местности. Офицеры на практике учат ребят взаимовыручки в сложных экстремальных условиях. В пятикилометровом марш-броске. Один за всех и все за одного. В учебном бою юнормейцы защищают автоколонну с техникой и продовольствием. Отбивают условную атаку врага. Всё, принял. Ждём команду. Судьи отдохнут. Сильно не распойте. Группы рассредоточились и с военной выучкой заняли выгодные позиции. Со стороны тренировки напоминают реальные боевые действия. Выучки десятиклассники не уступают солдатам срочной службы. Выправка и умение обращаться с оружием натренировано в юношеских военно-патриотических клубах. Многие готовят к себя к профессии – родину защищать. И уже подают документы в военные училища. В будущем я хочу стать тоже военным служащим. Потому что мне нравится эта профессия – служить за родину и защищать. Если кратко сказать, то я хочу в спецназ, точнее в Беркут. Впрочем, спецназовцами ребята могут и не стать. Но патриотами и защитниками родины быть обязаны. Это главная установка от офицеров Айдара Оразбаева и Олега Фролова – воинов-интернационалистов. Каждый из них, конечно, не станет кандидатом для поступления в военное училище. Или там продолжит свою службу с армией. Но как гражданин Республики Хазахстан должен быть готов к защите своей родины. После завершения учений и изнурительных марш-бросков юно-армейцы спустятся сюда, в палаточный лагерь. Тут развернут штаб с самой настоящей полевой кухней. Потому что, как говорится, война войной, а обед по расписанию. И так ребята лучше прочувствуют армейские будни. Уже в следующем году, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, юно-армейцы воспроизведут одну из боевых операций легендарного казахстанца Бауржана Мамушулую. Пока же старшеклассники досконально изучают военные архивы. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область. 24КЗ. Как поступить в лучшее высшее военное училище страны и какие для этого необходимы документы? Об этом рассказали выпускникам школы Талдыкургана. Там прошла акция «Сарба с Богом Келеды». Инспекторы городского управления по делам обороны разъяснили и основные требования физподготовки к срочной службе. Во встрече приняли участие воины-интернационалисты и ветераны локальных воин. Они рассказали о своем боевом пути и отметили, что такие встречи важны для будущих защитников Отечества. В рамках проекта «Кайсар» мы на постоянной основе проводим такие встречи. Посещаем школы, колледжи, призываем молодежь к служению Отечеству. Рассказываем о героическом подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев. Вместе с тем проводим и агитационную работу, знакомим выпускников и с лучшими военными вузами страны. Другим темам масштабная экологическая акция «Таза-Хазахстан» проходит в столице. Сегодня местные жители и общественные активисты навозят чистоту водоемов. На одной из локаций сейчас находится моя коллега Полина Зачиналова. Полина, приветствую. Как настроение? Сколько людей собралось? Добрый день, коллеги. Мы сейчас находимся на набережной канала «Нура-Есили». Не собралось очень много людей. Это порядка тысяча человек. Среди них волонтеры, студенты, просто неравнодушные жители города, которые решили приобщиться к этому большому, хорошему делу. Я хочу отметить, что каждая неделя акции «Таза-Казахстан» посвящена определенной тематике. Если, например, в первую семидневку убирали дворы, скверы, то на этой неделе акцент сделан на благоустройстве территорий у водоемов. Субботник организован и в других локациях Астаны. Более подробно, где именно вообще будет организовано это мероприятие, нам ранее рассказала заместитель руководителя управления охраной окружающей среды Жанар Бескемпирова. Я предлагаю ее послушать. Планируется вывезти порядка 100 тонн мусора, но необходимо отметить, что данное мероприятие будет продолжаться. Это не единоразовые мероприятия, это постоянные. На сегодняшний день должны привлечь людей, заложить в уста наших детей, что любить свой город, держать его в чистом порядке. Это должно быть нашим девизом, что наша Астана – это залог чистоты и порядка. Я хочу добавить, что масштабная экологическая акция «ТАЗА Казахстан» проходит не только в столице, но и в других регионах страны. Стартовала она 8 апреля и продлится 4 недели, 5 недель точнее, как отметили организаторы. Но самая главная цель – это сделать наши города чище. У меня пока на этом все. В это гост, передаю вам слово. Полина, скажите, я вижу там много студентов и с ними общались. Они вообще по своей воле пришли? Да, конечно, они пришли по своей воле, чтобы облагородить, как я еще раз сказала, территорию. И все сделано, как сказать, добровольно. Хорошо, спасибо большое. С хорошими намерениями. Спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Полина Зачиналова. А на востоке Казахстана в Особулакском лесном хозяйстве высадили 22 тысячи деревьев. На помощь лесникам пришли волонтеры. Люди приехали из Усть-Каменогорска, Уланского, Глубоковского районов, а также городов Ридера и Алтай. Всего больше 200 человек. Они вместе с сотрудниками лесхоза озеленили почти 6 гектаров территории насаждения, которые сгорели ранее при пожарах. В целом, в Особулакском лесничестве сейчас трудятся порядка 100 специалистов. Их задача – беречь лес и растить новый. Всего в области до конца года планируют высадить 30 миллионов сеянцев на 6 тысячах гектаров. Местное лесничество берет на себя обязательства по уходу, по агроуходу. В общем, это огромная работа. Лично я сажаю сеянцы, саженцы, стараюсь в дождливую погоду, либо когда после посадки дождь. И также мы замачиваем в цирконе. Это такое вещество, которое увеличивает шанс приживаемости дерева. Очень эффективно работает, и поэтому у нас очень хорошие результаты по приживаемости. В целом у нас получается с 8 апреля проводится экологическая республиканская акция «Таза Казахстан», который будет продолжаться 5 недель. И сегодня в рамках данной экологической акции, которая была по инициативе нашего президента, наши волонтеры проводят данную акцию. В целом каждый год данная акция проводится, но ежегодно наши волонтеры поддерживают, и в этот раз тоже поддержали наши волонтеры данную акцию. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова